Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня Православная Церковь празднует изнесение Чеснага, Животворящего Креста Господня. Этот праздник был установлен как бы в замену языческого обычая, который был в Римской, Византийской, потом империи. Что в начале августа, а именно 1 августа, сегодня оно и есть по старому стилю, выносили из храмов статуи богов языческих, которые являлись покровителями городов, сел, покровителями различного рода исцелений, и им приносили жертвы, совершали моления, воскурения. Освещали воды, и таким образом народ надеялся получить защиту от всякого рода эпидемий, болезней, которые начинались именно в этот месяц года, были более активны. И вот, когда империя стала христианской, то решили, что бесполезно бороться с обычаями человеческими, языческими, что нужно их сделать христианскими, заменить идолов на крест Господень, и таким образом воцерковить языческие обычаи, чтобы он как бы перешел к более высоким смыслам, к поклонению истинному Богу, его кресту, на котором он принес себя в жертву. И, как сегодня мы слышали, иаби, иезиди, кровь и вода. И эта кровь и вода явилась жертвой очистительной за наши грехи, явилась источником текущим в жизнь вечную. Вот, таким образом, песнописцы, гимнотворцы составили православное богослужение, где все акцентировано на кресте Господнем, на источнике нашего исцеления и нашего спасения. Был сделан такой мостик из языческого сознания в христианское сознание. Но со временем языческая инерция, она никуда не делась. И человеку, обычному человеку, очень трудно уяснить те смыслы высокие, которые содержатся в православной гимнографии. И человеку проще понять какой-то простой, прагматичный, бытовой смысл, когда человек хочет получить исцеление, он ищет, где его получить. И со временем эта языческая инерция, она развилась так, что крест перестал быть тем самым жертвенником в сознании людей, на котором Господь принес себя в жертву живую, который дает нам самого себя, отдаёт целиком и полностью, потому что он нас любит. И эти смыслы, если они не уясняются, то, как говорят, святое место пусто не бывает, то приходят другие смыслы, и они пришли. И часто люди и сейчас, и до сих пор воспринимают крест как какой-то символ, как оберег, как красивое украшение, но ни умом, ни сердцем не доходят до тех смыслов, которые вложены в это символическое изображение. Это не просто изображение, это жертвенник, на котором Господь распялся и омыл нас своей честной кровью, сделал нас святыми, не потому что мы такие хорошие и замечательные, а потому что он грехи наши на себя взял и своей кровью омыл нас, делая нас святыми, чистыми. И эти смыслы были вытеснены другими. И, к сожалению, у нас, в славянских наших странах, в России, Белоруссии, Украине, этот смысл был вытеснен тем, что сейчас называют медовый спас. Вот само это название праздника, это народное название. В церкви не существует никаких особых чинов, связанных с медом. Их просто не было никогда. Но поскольку люди, собирая урожай, приходили его освящать начатки плодов, ну, конечно, церковь освящает. Конечно, церковь принимает эту благую волю человека, который хочет посвятить плоды своих рук, дела своих рук, посвятить Богу. И вот эта народная традиция освящать мед, она почему-то была приурочена к сегодняшнему празднику. И все бы ничего. И в этом нет ничего плохого. Но постепенно основной акцент смысловой стал смещаться в сторону меда. Как будто это и есть главный смысл этого праздника. Медовый спас. А до настоящего спаса, до спасителя ни ум, ни сердце не доходит. А сегодня еще хуже ситуация у нас. В древности, да, люди считали, что мед имеет целебные свойства. Он, конечно, имеет. И мы знаем это прекрасно. Но медом не вылечат от рака. Медом не вылечат от инфаркта сердца. Медом не вырежут аппендицит. Сегодняшняя медицина, она очень многое может. И современный человек уже не уповает на мед, а уповает на медицину, на фармакологию. И получилось, что сегодня друг друга все поздравляют, пересылая по мессенджерам открыточки с медовым спасом, совершенно уже ничего не понимая и не зная о том, что это за праздник и ради чего он установлен в православной церкви. То есть осталась одна форма без какого-либо содержания. Без какого-либо содержания. А форма без содержания имеет свое название. Это называется профанация. И, к сожалению, на сегодняшний момент мы наблюдаем полное исчезновение всякого смысла из этого праздника. но наша задача вернуть этот смысл, напомнить людям, что сегодня не медовый спас, а сегодня изнесение животворящего креста Господня, на котором Господь принес себя в жертву, на котором Господь очистил нас от наших грехов, на котором Господь совершил дело нашего спасения. И это мы не должны забывать. Это должно быть главным смысловым акцентом сегодняшнего события, сегодняшнего праздника. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры, с изнесением креста Господня.